В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Ракотская. Здравствуйте! Уже в конце этой недели состоится самое масштабное и долгожданное событие осени – шестой международный Владивостокский марафон «Мосты Владивостока». В гостях у нас Ольга Гаева, директор бегового клуба «Ран ДНС Ран», спортивный директор марафона «Мосты Владивостока», и Александрина Кучина, продюсер международного марафона «Мосты Владивостока». Девушки, здравствуйте! 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 Действительно, долгожданное событие и масштабное событие. Мосты перекроют, где такое видано. Александрина, первый вопрос тебе. Что за мероприятие нас ждет и, главное, когда состоится? Вот уже в эту субботу, 24 сентября, у нас будет уже шестой Владивостокский международный марафон. Да, все-таки статус международности у нас есть. У нас в этом году четыре страны, и это уже считается круто на самом деле. У нас Россия, Беларусь, Корея и Япония. Хоть немного, но есть у нас национальных участников. И достаточно очень много представителей различных регионов Российской Федерации. Оля, до международного марафона «Мосты Владивостока» остается меньше недели. Что, на каком этапе подготовка находится? Подготовка у нас сейчас на полном ходу. Я всегда ассоциирую это с неким поездом, который уже несется в свою конечную цель. Живот, вот, вот. Да, остается только подворачивать эту машину. Конечно же, над марафоном трудится огромное количество людей. Это и наша команда «Рандонессы», и наши партнеры. И благодарность администрации города и края за поддержку и помощь. В общем, все сейчас подключены к вопросу последних организационных нюансов. Вот, и все, суббота состоится. Надеемся, что погода будет хорошей, и все получится, все хорошо. А когда началась подготовка к нему? На самом деле, так как мероприятие все-таки масштабное, и мы целый год готовимся к данному мероприятию, да. Но последние такие, так скажем, штрихи, они происходят обычно вот так вот за несколько месяцев. Ну, в этом году мы, именно если говорить о начале регистрации, мы начали ее в июне. Обычно раньше, обычно раньше, но в этом году вот получилось в июне. Слава богу, что все это получилось, потому что было непонятно в связи с различными факторами внешними. Но действительно, мы все этого очень хотели. Нам писали очень много писем участники, поклонники мероприятия, и мы смогли, мы запустились. А отменялся марафон мосты Владивостока из-за... Да, в этом году из-за пандемии. Тоже в этом году не ясно было с пандемией, что будет. Слава богу, вроде все хорошо. Так бы у нас был уже седьмой, но вот так в этом году шестой. А какие сложности возникают при организации подобных мероприятий? Ну, на самом деле, так как все-таки мы проходим по живописному маршруту нашего города, так как у нас маршрут марафона распространен от острова Русский до центральной площади, то, конечно же, все сложности в согласовании, да, в согласовании маршрута, мостов. В общем, с каждым годом вроде как должно было бы становиться все проще, да, но все равно есть какие-то моменты, нюансы, которые вот приходится решать. Ну, слава богу, все получается, и опять-таки при поддержке администрации города и края. Вот. Про маршрут, да, так как мы от острова Русский стартуем, у нас четыре локации старта и одна локация финиша. То есть все с разных мест бегут в одно место. Вот. В этом, опять-таки, тоже есть свои нюансы и логистики участников. Трансфер будем организовывать. Вот. И, соответственно, так, всего помаленьку, да. Ну, в общем, каждый год надо лежать руку на пульсе всегда. То есть с самого начала открытия регистрации и до дня проведения. Ну, с другой стороны, это уже шестой марафон, наверное. Уже какие-то ошибки вынесены предыдущих первых лет. Ошибки, конечно, они вносятся, мы их исправляем, но появляются всегда какие-то новые факторы различные. Ну, все бывает, да. И с учетом всех этих моментов мы мониторим ситуацию в мире, в стране, в городе. И, соответственно, с учетом всего этого мы что-то корректируем, что-то добавляем, чего-то убираем. Ну, собственно, мы совершенствуемся каждый год. А согласовывать, наверное, приходится и с городской администрацией, и с полицией, и с МЧС, наверное, со всеми. Конечно же, потому что перекрытие, опять-таки, повторюсь, оно задевает большую часть города. Но что касается центра города, везде объездные пути существуют. Единственное, да, есть нюанс в острове Русском, так как у нас перекрывается выезд со стороны, ну, с острова в центр, именно вот эта сторона, правая часть дороги. Вот. И согласование, да, с ГИБДД, с МЧС, все, в общем, происходит. Я вообще удивляюсь, как вам разрешают проводить этот марафон. Статус. Да, статус. Ну, на самом деле, это мировая практика. Марафоны проходят везде, да. Москва крупный, вот, прошел буквально вчера московский марафон. Нет, он будет через неделю? Нет, он вчера прошел, 34 тысячи участников, да, стартовало. То есть, вот, был московский марафон. То есть, ну, так же вот... Ничего такого в этом нет, что перекрывают марафон. Да, конечно же, в других странах все так же это все проходит. И наоборот, вот, кстати, у меня просто вчера знакомая участвовала, и она подчеркнула, что как приятно, что в Москве по всему маршруту, вот, у них уже есть эта культура того, что люди выходят и подбадривают, и желают удачи бегунам с различными плакатами. То есть, это целый праздник, опять-таки, для всех. Я даже видела где-то, да. Да, и очень хотелось бы, чтобы в эту субботу у нас тоже получился подобный праздник, и все жители, кто... Ну, отложите свои дела, да, либо спланируйте их немного по-другому иначе, просто выйдите поболеть за участников. Это очень круто. Ну, просто представьте, что люди с такого количества регионов, я сейчас скажу даже... Сейчас поговорим, да. А, субъектов, 108 городов, прилетают к нам в Владивосток посмотреть, пробежаться. Это очень интересно, и, мне кажется, это уникально. А по опыту прошлых лет приходят подбадривать или нет? Ну, потихонечку, наверное... Да, растет эта культура, на самом деле. Начинается, да, привыкание. В зоне финиша в прошлом году было радостно, что люди стояли, несмотря на дождь, подбадривали. Вот, поэтому мы приглашаем всех присоединиться по маршруту марафона, выйти с плакатами, с поддержкой. Ну, будем надеяться, что погода нас в этот раз не подведет. Да, да. Какая география? География. Четыре страны, я уже называла Россия, Беларусь, Корея, Япония. 36 субъектов Российской Федерации, 108 городов. Ну, это понятно, что весь ДФО... То есть к нам едут со всей России, да. Да, понятно, все России, да. Понятно, что это весь ДФО. Также это Брянская, Воронежская, Еврейская, Калужская, Кемеровская, Ленинградская, Московская, Челябинская, Пермская. Ну, в общем, Краснодарский край. Достаточно богатая география. И я всегда говорю, что на марафон нужно смотреть с двух ракурсов. Со стороны приезжих участников это уникальная трасса, прекрасный, красивый приморский город, прекрасный наш сентябрь. А со стороны местных участников это единение стольких участников с разных уголков страны, мира. Это очень круто. Вот мне интересно, летят с Кемеровской области, еще откуда-то со всей России, с Японии летят к нам. А что движет людьми лететь за определенным мероприятием во Владивосток? Ну вот это что, это событийный туризм или как это? Это и есть событийный спортивный туризм. Это как раз таки мероприятие моста и Владивосток. Это то событие, событие, не просто спортивное соревнование. Это то, что брендит территорию и делает в том числе, по крайней мере для спортсменов, его уникальным. Он действительно уникальная трасса. Наша трасса засертифицирована АИМС, Международная сертификация пробегов и забегов. И всем хочется побывать, посмотреть. Наверное, есть участники, я думаю, да, есть участники, которые уже участвовали, которым понравилось. И вот для них это уже традиция. Есть новые участники, да, которые видят, слышат репортажи, отчетные фильмы наши смотрят и тоже хотят это испытать. Но это бегуны, это... Это же путешествия. Да, со своей стороны добавлю, что вообще все бегуны, они коллекционеры, коллекционеры стартов. И они строят свой год заранее, да, куда они поедут, на какие старты они к ним готовятся. То есть есть те, кто именно спортсмены готовятся на результат, а есть те, кто любители, кто просто хочет приехать, посмотреть город, заодно поучаствовать в мероприятии. Ведь, опять-таки, наши мосты, они не пешеходные, да, и пробежать на них можно только на марафоне. И плюс у нас уникальный маршрут набором высоты. Набор высоты 800 метров из-за наших, опять-таки, сопочек, да, холмов. То есть все те, кто едут к нам из других городов, они участвуют только совсем в гладких марафонах. То есть нигде нет такого холмистого марафона, как у нас. Это как полсу риску пробежать, а у нас тут и... А у нас все-таки это интересно действительно испытать себя в эти горки. Многие таких даже просто не видели. И для них это такое яркое впечатление, которое останется им на долгую память. Ах, вы как ни... У вас как ни марафон, так испытание для бегунов. Так в горочку и в горочку. Еще же замечательно, что у нас как раз мы всегда в преддверии Дня Тигра. День Тигр на следующий день, это же тоже городской праздник на центральной площади. То есть можно приехать, покупаться, еще успеть в море, пробежать марафон или поболеть за кого-то, да, там, за своих друзей. Посмотреть город и побывать на Дне Тигра. То есть мы действительно всегда реклам... Ну, как мы всегда рассказываем о том, что марафон есть, да. Есть еще и другие достопримечательности нашего прекрасного города и праздники, события, где можно побывать. Ну, у вас, наверное, в каких-нибудь костюмах еще по-любому побегут в преддверии Дня Тигра. Да, у нас, на самом деле, участники молодцы. Подходят творчески иногда, действительно, кто-то бежит на результат, на цель, да, кто-то бежит просто для себя, по любви, ради процесса. И те, кто бежит ради процесса, они придумывают и костюмы, они общаются по дороге, да, ну, потому что когда рядом с тобой бежит несколько тысяч человек... Да, 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 ты со всеми пообщался, с кем-то познакомился, возможно, у кого-то судьба сложилась. То есть, да, тут так вот все интересно складывается. Ну, и, конечно, стараемся делать все-таки праздник для не только спортсменов, для всех людей, которые могут прийти на площадь. Это и футкортная линия, и какая-то культурная программа музыкальная, и различные фотозоны, где можно пофотографироваться, какие-то конкурсы от партнеров. Ну, то есть, можно прийти и тоже провести день на площади с нами. Да, поэтому, кто не бежит, приходите, это тоже будет общий спортивный праздник. Это будет, правда, здорово. Потому что сейчас, наверное, знаете, те, кто не бегает, ага, вы там побежали, перекрыли дорогу, зачем все это? Но, ребят, это проходит, правда, раз в год. Можно где-то потерпеть, ну, и пойти просто как бы с пониманием отнестись, и прийти просто поучаствовать, просто посмотреть на это все своими глазами, возможно, загореться и в следующем году тоже принять участие. И мы для всех, да. То есть, у нас участвуют и спортсмены там, да, какие-то специальные, со своими специальными разрядами, и любители. То есть, вообще, это доступный вид спорта, можно 5 километров пробежаться по фану, поучаствовать, пройти где-то пешком, если нету сил. Главное, не на мостах. И то есть, могут поучаствовать реально все. Чем отличает этот марафон от каких-либо других всероссийских, да, вообще марафонов? Вообще все, все мероприятия, они уникальны, да, они уникальны, во-первых, где-то своим... Чем-то своим, да. Да, чем-то своим, своей сутью, своим каким-то посылом. То есть, у нас мосты Владивостока, да, то есть, опять-таки, это маршрут, это набор высоты в маршруте, это сезон бархатный, а как бы сентябрь, да, такой красивый, мягкий, когда бежать уже и не жарко, но при этом как бы как раз таки будет здорово по погоде участвовать. У нас два слогана есть, бегу по мостам, это круто, пробежаться по мостам Владивостока. Да, ходить-то по ним запрещено. Да, вот пробежаться один раз в год можно. И второй слоган – это повод гордиться собой, потому что ты действительно можешь сам для себя свой результат какой-то достичь, своего результата. Какое максимальное количество может участвовать людей? Ну, в этом году у нас лимит около, ну, там более, ну, около 2,5 тысячи участников, где-то так будет. Ну, это много, 2,5 тысячи до участников. Ну, это с учетом мониторинга всех прошедших лет и ситуаций различных. А в предыдущие годы сколько участвовало? Ну, в том году участвовало около 3 тысяч, ну, там иностранцев было больше просто. И в 19-м году, до пандемийный год, около 4 тысяч участников было. Там было много иностранцев просто тоже. Да, потому что границы были открыты, все было свободно. Да, да, там 26 стран участвовало. Да, 30% участников – это были иностранцы. Маршрут в этом году – остров Русский. Да, у нас, во-первых, несколько дистанций – 5, 10, 21 и 42. Все локации стартов в разных местах находятся. То есть 41 и 22 стартуют с острова Русский, 10-ка стартуют с катерной и 5 километров стартует Чуркин, магазин «Пять вкусов». Ну, сейчас там, по-моему, Фрэш-25, в общем, для Самбери. Вот. И все бегут на центральную площадь, финиш на центральной площади. Максимальный маршрут – 42,2 километра – это полноценный марафон. Это действительно испытание, потому что нужно пробежать сначала по всему русскому, сначала в одну, потом в другую сторону, и затем по двум мостам в сторону центра. 21 сразу бежит в сторону центра, а 10,5 также бегут в сторону центра. Ну, по маршруту каждые 5 километров, да? Каждые стоят педстопы с водичкой, с затоником, бананами. То есть можно освежиться, пункты освежения, волонтеры, то есть можно освежиться, перекусить по дороге. Будет работать безопасность по маршруту. Да, будут веломаршалы, которые будут курсировать, смотреть. На мосту будет усилена охрана, поэтому участвовать можно только, опять-таки, зарегистрированным участникам, у которых есть свой нагрудный номер, без нагрудного номера будут прям останавливаться. Снимать, снинать его нельзя. Там чип хронометража, который чекает результат, и, соответственно, потом мы уже понимаем, у кого какой результат по нашей системе. Просто так, то есть прийти к какому-то пробегавшему не получится. Да, да, да. Даже не нужно, потому что, правда, это будет, во-первых, помеха участникам, во-вторых, действительно, ну, усиленная охрана на мостах и так далее, не будет пропускаться. Поэтому только допуск на мероприятие, стартовый номер, который будет выдаваться. Нужны ли какие-то определенные физические данные для того, чтобы пробежать эти маршруты, Александр? Тут, наверное, Большой Оля ответит по физическим данным. Ну, все-таки 5 километров доступно действительно для всех, да, но медицинский допуск мы спрашиваем с каждой дистанции. Неважно, ребенок это детская дистанция, километр или 10, или 5, или 21, или 42, с каждой дистанции необходима медицинская справка о том, что человек здоров. Это если на 5 и 10 километров. И на 21 и на 42 необходимо прям прописано, что Иван Иванов допущен на дистанцию 21, либо 42 километра, да. Только в наличии справки можно получить стартовый пакет. Вот. Что касается 5 километров, конечно же, именно про спортивную сейчас подготовленность, да, поговорим, может пробежать действительно каждый человек, потому что необязательно бежать всю дистанцию. Можно часть пройти, часть пробежать. Вот. Что касается 21 и 42 и десятки, тут уже надо быть подготовленным. Все-таки нужно тренироваться к таким дистанциям и просто вот так вот я любитель, там, когда-то бегал, лучше не надо идти на такие дистанции. То есть только пятерочка для всех по фану можно, а вот 10, 21, 42 – это для тех, кто тренируется и готовится. Ну, поэтому мы и стараемся запускать тем раньше, тем лучше, давать информацию, чтобы люди успевали готовиться. Вообще марафонцы, они готовятся весь год, им заранее нужно знать календарь, даты, что мероприятие состоится, соответственно. Поэтому мы вот чем раньше, тем лучше запускаемся. Именно как раз таки для людей, которые бегут большие дистанции. Ну, на данный момент… Может требуют свой календарь. Да, на данный момент уже с лудаут, в принципе, зарегистрироваться уже сейчас нельзя, все. Слоты выбраны, там осталось только на 42,2, там буквально несколько мест еще осталось. Но это только действительно для тех людей, кто бегает, кто готов к таким дистанциям, у кого есть допуск. А уже известно, да, кто побежит, там, 5-10, 10 километров. Ну, они регистрируются, да, он… 42 много бегут? 300 человек, 300 человек, да, да, да. То есть все-таки берут на себя такое место. Обычно разбирали 42 очень хорошо иностранцы. Ну да, потому что, когда едут все-таки в другую страну, либо в другой город, чаще всего сразу такие по полной на марафон, если на марафонте готовятся. Ну, не на пятерочку, да, вот на большую дистанцию. Что входит в этом году в стартовый пакет? О, у нас в этом году новый дизайн. Это вот такой красивый рюкзак. Вот он наш, с нашими мостами. Run across bridges, бегу по мостам. Носочки от наших партнеров, бегу по мостам. И вот такая футболочка. Красивая. В футболках все побегут в таких. Да, это специальная беговая футболка из синтетической ткани, влагоотводящая, легкая. То есть, конечно же, многие могут в чем-то своем бежать, да, но именно футболка финишера, которая остается потом на память, в которой можно потом бегать, тренироваться. Очень хорошая дышащая ткань, и вообще реально в ней можно тренироваться дальше. Ну и, конечно, наши медали с уникальным опять дизайном. Вот 42,2 для марафонцев медалечка. В стиле серебра такого прям. 21,1, они подписаны. 10 километров. И 5. И пятерочка, да. То есть, как всегда, новый дизайн. Уникальный. Потому что многие участвуют из года в год, и у всех уже коллекция марафонских медалей, уже медальницы завешанные, вот они коллекционируют. Да, на площади будет работать и гравировка медалей, можно будет на задней стороне выгравировать свой результат. Всем желающим. А как будет считываться результат? Есть номер. То есть, каждому участнику, помимо стартового пакета, в пакете будет стартовый номер с чипом хронометража. Это электронная система, которая автоматически считывает после прохождения старта, контрольных точек и после прохождения финиша. Поэтому нельзя сменать, чтобы оно работало все. Да, то есть, сразу по финишу появляется онлайн-трансляция на сайте Russia Running, где можно уже будет посмотреть свой результат, и приходит смс к каждому финишеру с результатом. То есть, они даже, в принципе, сами понимают, выиграли или нет. Ну, во-первых, понимают свое время, да. Ну, абсолютные чемпионы у нас измеряются по гантайму, это по выстрелу. В общем, личный зачет по чиптайму. Ну, да, у нас есть абсолютные победители, да, собственно, между которыми разыгрывается призовый фонд в 1 миллион рублей. Это 18 победителей, да, это 42, 21, 10 и 5 МЖ, первое, второе, третье место. И, ну, и, конечно, будут подарки от наших партнеров. В этом году к нам прилетят сильнейшие участники, правда, и наши приморские ребята тоже вот прям готовятся. Я знаю, что будет такая заруба, так скажем, на 21 и на 42, правда. Там сильные парни, девчонки, они прям хотят побороться за призовой фонд. В общем, это будет просто интересно посмотреть, да. Ну, хороший призовой фонд. Да, очень хороший, да. Пусть и поделены, но тем не менее. Ну, для участников есть стартовый пакет. Они прибегают, получают свою медаль заветную, апельсинку, как всегда на финишере. Пакет финишера, да. Пакет финишера с полуэтом году нету, по-моему, у нас. Да? Апельсинка, да. Апельсинка. И, конечно, будет питание для участников у нас организовано на площади. Как раз гастрофестиваль проходит три дня, и вот мы с ними… То есть кормим по маршруту, кормим после мероприятия, развлекаем в процессе. В общем, праздник. И еще фотофиниш. То есть будут работать фотографы, которые отфотографируют всех и по трассе, и на финише. И потом можно будет по ссылкам, которые мы выложим, найти себя по селфи. Да, в личном кабинете либо по номеру, либо по селфи. Такое очень удобное. Ну, давайте тогда напомним, что и когда. 24 сентября, в эту субботу, приглашаем всех поболеть, во-первых, за тех, кто бежит. Маршрут у нас от острова Русский до центральной площади. Ну, а участников мы ждем всех на старте. И да, в ГУМе у нас начинается выдача со среды. В малом ГУМе выдача стартовых пакетов при наличии документа и справки. То есть для участников получаем свои стартовые пакеты с 21 по 23. Всем, кто хочет поболеть и участникам, встречаемся на старте и на финише, соответственно, 24 числа. Кто хочет поболеть, то примерно к 11 часам подойти в район центральной площади, там будет масс-финиш. А для участников будет расписание трансфера уходящего с центральной площади на точке стартов. Ну что ж, бежим по мостам. Бежим. До встречи на старте и финише. До встречи на старте и финише. Девочки, пускай как можно больше людей участвует. И как можно больше людей получает от этого удовольствие. Чтобы 7, 8, 9 и 10 марафоны у нас были. Спасибо большое. Я напоминаю, это была программа «Время говорить». И сегодня мы говорили о предстоящем международном Владивостокском марафоне «Мосты Владивостока». В гостях у нас были Ольга Гаева, директор бегового клуба «Ран ДНС Ран», спортивный директор марафона «Мосты Владивостока» и Александрина Кучина, продюсер международного марафона «Мосты Владивостока». В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на «Восьмом». Редактор субтитров А.Семкин